Добрый день! В эфире Медиаметрикс в Сочи, программа КиАй Ток Шоу. В студии у нас Сонг Парк. Сонг, здравствуйте! Добрый день! И я Наталья Нурлайн. И сегодня мы продолжаем начатую неделю назад очень интересную тему, тему, которая беспокоит у многих людей, это тему питания. И говорили мы о типичных заблуждениях о здоровом питании. Настолько это было интересно и настолько, наверное, богаты наши заблуждения человеческие, что в прошлый раз мы не все обсудили и решили сегодня продолжить эту тему. Сонг, мы закончили на вопросе жиров, и вы так более-менее объяснили и рассказали, что это топливо другого формата, как бензин и дизельное топливо, или как топливо такое. Скорее, как газ. Как газ и дизельное. Газ и бензин, да? Да, это более эффективно. И если вот уже немножечко эту же тему затронуть, тему жиров, да, то напрашивается вопрос по маслам. Вот существует такое понимание, что все растительные масла – это прекрасно, да, что нужно как можно больше, ну, кроме нерафинированных, наверное, уже некоторые люди приходят к пониманию того, что рафинированные продукты – это совсем другая история, да, нежели чем первичного отжима, да, вот. Что Вы думаете на этот счет? Сейчас, конечно, очень распространились масла, в особенности, которые легко, относительно легко добывать, которые продуктивны, которые основаны на выжимке зерен, например. Но по сравнению, например, с оливковым маслом или, там, определенным другими видами масел, они являются далеко не всегда полезными для здоровья по нескольким причинам. Одна из причин состоит в том, что… Мы уже говорили о том, что зерна содержат те же лектины, то есть растительные белки, которые, собственно говоря, являются ядовитой субстанцией, которая приводит к повреждению кишечника, и затем также может попадать внутрь организма и при помощи различных, там, своих методов воздействия, мимикрии, нарушения гормональных сигнальных, там, коммуникаций или еще чего-то наносить, скажем, серьезный вред организму. Так вот, когда масло получается из тех зерновых, в которых содержатся лектины, неизбежно эти лектины также могут попадать в масло, и поэтому такое масло является попросту достаточно ядовитым. Этот яд, конечно, может быть минимален в дозах, то есть он не сразу человека, там, скажем, убивает или повреждает, но он имеет накопительный эффект. Ну, так же, как, например, сигареты. Одна сигарета, может быть, не убьет человека, но по накопительной. Это уже сегодня становится эпидемией, из-за которой миллионы людей ежегодно умирает не своей смертью, например. Есть еще другой момент, что есть, ну, вот здесь немножко, хотя бы нужно в такой базисной химии разбираться, наверное, все-таки. Есть называемые, там, насыщенные жиры, ненасыщенные, ну, три насыщенных есть, поли, насыщенные, моно, в общем, названия, которые могут запутать. Но здесь важно понимать то, что есть, например, масла, которые являются транспортом для, по-моему, я говорил, липополисахариды, так называемые, или я не говорил о них. Ну, вот есть... Говорили. Хорошо. У нас есть в организме так называемые бактерии или микрофлора, микробиома в кишечнике. И эти бактерии, в общем-то, живут 15-20 минут, после чего они либо умирают, либо размножаются делением. Ну, и в том, и в другом случае, да, продолжительность жизни такая вот. И в том, и в другом случае всегда остается, так сказать, шелуха. Остается их клеточная мембрана. Так вот, клеточная мембрана сделана из, в частности, из липополисахаридов, то есть соединения сахаридов с жирными кислотами и так далее. И эти частички могут верхом на определенных видах жиров просачиваться в организм, попадать в организм. То есть они как раз прячутся среди определенных видов жиров и используют их фактически как транспорт, как такой паром, чтобы пересечь клеточную стенку, одноклеточную стенку эпителия кишечного. И поэтому, например, когда человек занимается там исцелением себя или у него много всяких разных воспалений, боли, то надо здесь быть осторожным. То есть он должен избегать как раз вот таких жирных кислот, которые являются подобным транспортом для этих липополисахаридов. Почему? Потому что когда эти липополисахариды попадают в организм, поскольку они являются частями бактерий, которые не должны быть внутри организма, то иммунная система, естественно, их распознает и агрессивно на них реагирует. Потому что для иммунной системы нет разницы между мембраной бактерии и самой бактерией. То есть она не различает часть бактерии, это или целая бактерия. То есть обнаруживают, что для них это сигнал, бактерия попала в неположенное место. И, соответственно, начинается иммунная атака, которая приводит к воспалениям. Это могут быть системные воспаления, общая температура повышается или начинаются боли в теле и так далее. И там везде, куда прикрепляются эти липополисахариды, фактически организм начинает, скажем, находиться в состоянии воспаления, то есть в состоянии непрерывной войны, атаки. Причем эти липополисахариды могут попасть не только в части тела, они также легко пересекают барьер между кровью и мозгом. То есть там есть барьер, которые водорастворимые не попадают, но липополисахариды жирорастворимые, поэтому они могут попасть прямо в мозг. Да, при этом, кстати, они очень любят, например, свиное сало, любимое многими нашими согражданами. Как раз он является идеальным для них транспортом. И когда мы съедаем вот такое свиное сало, то доставляются как раз эти липополисахариды прямо в центр, отвечая за голову в нашем головном мозге. И в результате у человека может возникнуть, скажем, большая потребность, больше чувства голода, что он будет в результате съедать больше, чем если бы он этого не ел просто-напросто. Поэтому и даже среди растительных масел, если это масло имеет соответствующую структуру, насыщенную, то оно является таким вот транспортом. То есть первое разделение – это наличие лектинов. То есть зерновые – это явно нет, потому что по наличию лектинов. Есть, например, рапсовое масло, которое, в принципе, само по себе было, вот каноловое масло, которое очень распространено, которое было популярно и, в принципе, было неплохим маслом, достаточно легким таким. Но сейчас, поскольку оно стало популярным, его производят в больших количествах, и вследствие этого они практически все, вот эти сейчас рапсовые урожаи, они все состоят из зерен, которые генетически модифицированы. А генетическая модификация, она включает в себя, в частности, введение в ДНК растений тех же лектинов. То есть они становятся лектиновыми, хотя они по природе, может быть, не лектиновыми, они становятся лектиновыми. И поэтому и канола, вот это вот рапсовое масло… Человек сам помогает. Да, оно стало тоже лектиновым. То есть первое разделение надо отделить, значит, лектиновый от нелектинового. Второе – это уже надо смотреть, в какой фазе человек находится. Если у него много воспалений, то, конечно же, соответствующие жиры будут вызывать увеличение воспалений. То есть такие, как сало, вот то, что вы пересечиваете. Да, сало, рапсовое масло, там, или масло вот этих, которые из зерен получаются, еще по этим причинам. Определенные масла несут в себе, опять же, разделение какое, что есть масла, содержащие, например, сейчас вот, наверное, мало кто не слышал омега-3, да, то есть яйца омега-3, там, пилюли омега-3, везде омега-3. Да, потому что это два таких очень важных, насущных, скажем, жира, ну, так назовем это, жира, которые абсолютно необходимы нашему организму, потому что организм их не производит. Между тем, они являются строительным материалом, например, для гормонов, они абсолютно необходимы для нашей иммунной системы, причем, там, омега-3, там, она играет свою роль, а омега-6 играет свою роль. Они отличаются количеством, там, углеродных групп. И нужны и одни, и другие организмы. Нужны и одни, и другие, абсолютно они нужны. И то, и другое чревато для нас. Но проблема в чем, что как раз из-за потребления определенных масел или, например, потребление омеги-6 через, например, животные пищи, через животные жиры, их там больше просто. Если нормальная здоровая доза у наших, там, скажем, условно, дальних родственников, приматов, один к одному, омега-3, омега-6. Одних и других они должны, или они принимают так, они так кушают. Да, они так кушают. Если у них это нарушается, они либо там что-то, в общем, серьезное нарушение. И животные также. Так что если у них что-то нарушилось, они не могут, например, спячку и так далее. А у человека нормальная доза, это в идеале это 1-2, ну, 1-4 может быть. Между тем, сейчас, насколько я знаю, в Америке у многих людей соотношение 1 к 20, 1 к 40. В России, тут же я смотрел информацию, 1 к 20. То есть очень высокое отношение омега-6 по сравнению с омега-3. Потому что люди предпочитают есть не рыбу, а мясо, допустим, или питаются не теми растительными маслами. И в результате у многих людей просто болит тело, много воспалений, и много, соответственно, других последствий, которые связаны с этим дисбалансом. А люди не понимают вообще, что происходит очень часто. Да, идут к доктору, лечат совершенно другие вещи, и еще добавляют препаратами проблемы. Да, например, даже депрессия. Если взять, например, омега-3, она состоит, в частности, вот разновидности разные. Есть там 2 важные кислоты жирные, не буду загружать названиями, но они, из них, скажем, на 60-70% состоит защитная оболочка наших нервов в мозгу. И поэтому, когда есть дефицит омега-3, то это сказывается на состоянии нервов, на состоянии настроения, и просто простой недостаток омега-3 может вызвать глубокую депрессию. Чем меньше омега-3, тем больше депрессия. Вот, казалось бы, да, такая обычная вещь, которая связана с питанием, да, это такой пример, который очень хорошо показывает значимость вообще питания. Поэтому, да, вот, например, если взять те масла, которые точно полезны, например, оливковое масло точно полезно. Она богата не только, кстати, нужными жирами, она также богата там полифенолами, которые необходимы или, скажем, очень полезны для и защиты нашего организма, и иммунитета, и очень благотворно действует и на микрофлору в кишечнике и так далее. То есть, оливковое масло просто колоссально полезное, но оно, единственное, в том случае не полезно, если много уже в организме воспаления, потому что, к сожалению, из-за своей насыщенности оно будет тоже транспортом. Разносить. Да, то есть, если человек, там, ну, бывает из-за этого проблемы, да, то есть, употребил оливковое масло, вдруг больше воспаления стало, да, по этой причине. То есть, сначала надо золотать кишечник, надо, ну, произвести все необходимые действия, да, а потом уже, да, оливковое масло, наверное, самый лучший вообще продукт растительный, который есть на земле вообще. То есть, если человек его может употреблять, там, не знаю, литр в неделю, и ничего страшного. То есть, чем больше его, тем лучше, скажем так. Конечно же, это должно быть холодного отжима и так далее. Но не рафинированное. Да, не рафинированное обязательно. При этом, например, если человек таким образом питается, конечно, ему надо это сочетать желательно с зеленью, соответственно, чтобы это все лучше усваивалось и так далее. Но эффект оливкового масла просто, не хочется говорить панацея, но он просто так... Колоссальный, да? Да, он так широк и так полезен для нас, что просто каждому рекомендую его употреблять как можно больше. Есть и другие масла, например, масло из авокадо, макадамии, грецкого ореха. Это вполне полезные масла. И кунжутное масло, кстати, тоже. Но надо еще также знать, если человек начинает немножко разбираться, все это я в списках обычно даю, объясняю. Потому что человек не понимает, почему... Вы ведете блоги, да, эти все вещи вы освещаете. Конечно, я считаю, что человек должен понимать, почему. Если ему просто запретить, он будет сопротивляться, либо он через какое-то время все равно соскочит, потому что у него нет обоснования. Поэтому я стараюсь все это объяснить. Ну да, если человек знает, что пузырек с ядом стоит, да, может быть, он хотя бы задастся вопросом, стоит ли его будет уметь. И надо также знать, какие масла можно нагревать, которые нагревать вообще не стоит. Например, готовить на оливковом масле можно только на низкотемпературном нагреве. Сильно нагревать его нельзя. Меняется структура, и можно получить место. Из лекарства может тоже в яд превратиться. Поэтому такие вот минимальные базисные вещи каждому человеку, в принципе, надо знать. А вот много людей сейчас, ну и даже не сейчас, а, наверное, давно достаточно, это вот недавно пришли в нашу жизнь разнообразие масел, различных семян и так далее. А раньше какое он делали масло? Подсолнечное. И многие по привычке, да, по каким-то своим воспоминаниям детства, ароматам и так далее, оно насколько полезно, вредно? Ну, оно тоже относится к категории, которые потенциально лектиновые, то есть могут повреждать кишечник, могут приводить к воспалению внутренним и к большому количеству самых разных последствий. Дело в том, что ещё это усугубляется тем, что если, например, раньше человек мог это употреблять, имея уже всё ещё здоровый кишечник, и преобладающая была, допустим, в рационе растительная пища, оно не так сильно действует. А поскольку у человека сейчас современно много очень зерновых, много мяса, то если вот такое сочетание, да, много углеводов, много мяса, это ещё и гливоды зерновых, всё это вместе, скажем, усиливает воздействие, то есть если даже там небольшое количество лектинов, то вот при таком питании они начинают становиться более агрессивными и уже наносят реальный вред. И поскольку сейчас вот всё-таки мы знаем, что количество именно мясной пищи очень сильно увеличилось, то, конечно же, мы видим последствия. Поэтому я бы лично, да, лично я не употребляю подсолнечное масло, когда-то оно мне нравилось, сейчас я прекрасно обхожусь оливковым маслом, другими маслами. Есть ещё одна категория, которую хотелось бы упомянуть, что вот, может, мы об этом тоже говорили, что есть ещё масла, которые ещё более полезны, потому что в них содержатся кетоны, так называемые, да, то есть то горючее, которое... Вот, то самое высокооптанное. То самое горючее, которое обычно организм, у него, как мы говорили, есть два способа получения энергии, сахар и жир. Ну, что перейти к жиру, это обычно зимний способ, когда мало было пищи эволюционно, и нужно было на жировых запасах животному выживать, человеку в том числе. Но для этого должен был произойти период голодания и переход. Он называется кетозисом. И в этот момент могут происходить не самые благоприятные для здоровья процессы. У человека есть так называемая метаболическая гибкость, то есть некоторые люди развивают это, то есть они могут и на сахаре, и на жирах. И быстро переключаться. Но большинство сейчас подсажено на сахар, то есть на белок, на углеводы и так далее. Но если это всё развивается, например, промежуточными голоданиями, разными средствами, то это происходит мягче. Но если человек употребляет кетоны, готовые кетоны, например, есть масло, называется среднецепочные триглицериды, которые получаются путём экстрагирования из кокосового масла. То есть удаляют линоцепочные фракции. То есть из кокосового масла получается какое-то определённое отдельное масло. Обычно кокосовое масло застывает, например, а это уже не застывает. То есть там как раз среднецепочные, то есть среднецепочные означают, сколько там атомов углерода. То есть если это 6, допустим, 8, 10 до 12. Самая лучшая цифра это 8. То они начинают сгорать сразу же, без кетозиса. И более того, они начинают подвигать организм к тому, чтобы сжигать жиры. Все накопления жиров, если бы употребил даже немножко этих всех кетонов. И это идеальное, в общем-то, топливо, также и для нашего мозга, очень эффективное. Поэтому когда человек, например, в недостатке энергии находится, прежде всего, в глюкозе, он становится голодным, ему надо что-то съесть, сладким доесть и так далее. Это его мозг требует. У людей, у которых это сильно выражено, они прям готовы кого-нибудь съесть просто-напросто. Но самое главное, потому что мозг главный потребитель энергии. Он потребляет 20% энергии, при том, что он имеет 2% веса от тела. То есть колоссальный потребитель энергии. И поэтому его именно нужды и требования, они для организма очень значимы. То есть во многом сейчас люди трудятся часто мозгами, часто работают. Да, и когда, естественно, когда он либо заставляет нас съесть, если еды нет, он начинает, например, скажем, конвертировать мышцы в глюкозу и опять их потребляет. То есть человек начинает терять массу, например, еще. Но если мы доем вот это китон... То есть он отовсюду пытается глюкозу забрать. То есть прежде чем, к сожалению, сжигать жиры, он вначале может начать разрушать нашу мышечную массу. Чтобы этого не происходило, например, тоже опять же современные исследования показывают, что можно таким образом поступать. Что мы запускаем китонные процессы без исключения потери мышечной массы. Что тоже очень важно, потому что мышечная масса, она должна быть у человека достаточной, чтобы организм не посчитал, вернее, не организм, а гены не посчитали наш организм, там, неудачной генетической моделью и не запустил процесс самоуничтожения. Сколько сложностей, сколько таких интересных и тонких моментов вот в устройстве нашего организма, и сколько же мы всего не знаем. Что касается масел, более или менее понятно, я думаю, нашим зрителям тоже. Вот что касается различных семян орехов. Существует такое, опять же, уверенное мнение, особенно среди вегетарианцев, веганов, да, что вот нужно кушать орехи, нужно кушать их в большом количестве, семена, того же подсолнечника, там и так далее. Даже сейчас продают такие наборы, для салатов уже начали делать, да, когда смешанные различные семена. Все ли это стоит употреблять? Нет ли здесь какого-то подводного камня? Скажем так, прежде всего нужно понимать, что вот многие, например, сейчас, вот модная вещь, например, добавляет тыквенных семечек в салат, или тех же подсолнечных. Это никогда не делалось регулярно, да, это было по необходимости. Мы же знаем, например, тыквенные семечки, там, они антипаразитарные, ну и так далее. Почему? Потому что те самые эрективные, которые в них находятся, растительный яд, они могут мочить и паразитов кругом, да, то есть, они имеют целевое действие. Но они не используют для того, чтобы питать на самих, потому что они не сами по себе растительный яд. Это касается и подсолнечных семечек, это касается и тыквенных семечек. Есть также и много других, так сказать, семечек орехов. Например, взять те же, тот же любимый и обожаемый многим арахис. Во-первых, это не орехи. Сейчас супер популярны пасту арахисовую, можно купить везде. Я прям смотрю, практически там каждая кофейня, магазин здорового питания, не здорового питания, неважно. Да, то есть, люди уже очень для себя это открыли, очень любят это, а при случае еще очень любят добавить к этому кешью, например, да. И то, и другое, в принципе, не являются орехами. Это относится к бобам, во-первых. Во-вторых, они заряжены очень сильно лектинами. То есть, каждый такой орешек, это все равно, чтобы бросать себе в кишечник гранату, который рано или поздно взорвется, скорее рано, чем поздно. Поэтому это очень ядовитые субстанции, если я прям не побоюсь этого слова сказать. И то, что людей подсадили еще и на арахисовое масло и так далее, это, конечно, большая беда. То же самое касается, я уже сказал, подсолнечника и тыквена. То есть, есть определенные семена, которые, как правило, если вот те же орехи находятся под хорошей защитой, то есть растения, естественно, пытаются... Для них, для растения, орешки являются их потомством. Каждое живое существо пытается потомство защитить. То есть, либо оно защищает их механически, то есть жесткой скорлупой. Например, тундул, грецкий орех, да. Макадамия, каштаны, пеканы. Все они защищены доспехами, скажем так. И поэтому в них нет лектинов. А те, которые не защищены этим, то они защищаются химически теми самыми лектинами, чтобы уменьшить шансы животного, чтобы они дальше поедали. То есть, если животное умрет или заболеет, естественно, он не будет дальше это есть. Абсолютно логичный механизм. Да, некоторые орехи там еще и колючками покрыты и так далее. То есть, те, большинство вот таких вот, кокосовый орех, опять же, они, в принципе, безвредны и даже, скорее, полезны. Они содержат очень много полезных веществ, которые называются те же полифенолы, да. Которые полифенолы, они имеют много полезных функций и иммунных, и защищают кровеносные сосуды, нервную систему, способствуют процветанию нашего микробиома и так далее. То есть, в орехах они вот именно вот этих, например, грецкие, которые я перечислил, грецкие, да, фисташки, фисташки, грецкие. Ну, кстати, тут даже относятся и кедровые орешки, например. Да, у них тоже. То есть, они все являются полезными и содержат много полезных веществ. Все же кедровых, например, они имеют там противовоспалительный эффект. Эти содержат определенное количество белков. То есть, они богатые питательными веществами, а также содержат и жиры, потому что из них же потом делают то самое растительное масло, которое полезно для нас. Не из всех орехов, но именно из этих оно совершенно точно полезно. И поэтому, например, кунжутное семя оно полезно, льняное семя, конопляное семя. То есть, есть семена, которые точно полезны, и они являются источником и жиров, и белков, кстати, и многих других питательных веществ. Единственное, что нельзя, скажем, слишком много их потреблять из-за их питательности. То есть, в особенности, если человек что-то другое ест еще к этому, то есть, там, белковая пища, растительная, в смысле, животное происходение и так далее, то, конечно, употребление жиров сверху этого будет чрезмерное тоже уже. Поэтому нужно осторожно с этим быть. Но если человек, например... Это будет время просто для пищеварения или для набора веса? Ну, прежде всего, я думаю, избыток калорий – это набор веса. С точки зрения пищеварения, смотря как человек питается. То есть, если человек питается умеренно, очень разумно, грамотно, то орешки – ничего страшного. Ну, где-то, допустим, 100 грамм в день – это нормальный. Больше – уже будет излишним. Ну, примерно до 100 грамм вполне прекрасно. И человек получит и заряд энергии, и питание, и много полезного вместе с этими орешками. Многие другие орешки, к сожалению, не полезны, хотя они также популярны. Ну, вот, например, есть как бы смешанно полезно. То есть, например, те же бразильские орехи, не стоит слишком мимовлекаться. Например, есть там определенные микроэлементы, да, там, селениум, которые… Которые вообще редко, мало где. То есть, вот в бразильских они есть. Поэтому, если у человека есть возможность приобрести, хотя бы там раз в месяц парочку забросить – это очень полезно. Какие-то другие можно фактически, там, тот же грецкий есть практически каждый день, а от этого не будет никакого вреда организму. Вот примерно такая… Интересно, интересно, и опять все-таки вопрос видения-невидения. Очень много людей не знают, и получается, что, возможно, секреты проблемы многих вегетарианцев, которые питаются просто теми же лектинами, которые мы обсуждали в прошлой программе, да, связаны с бобовыми, связаны с овощами неправильно обработанными и так далее, да, и чувствуют себя не суперздоровыми. Да, мы любим всех под одно в коня, как бы сказали, орехи – это полезно, и все, все орехи полезны. И неважно, орех это или не орех, мы еще не знаем. Да, это точно так же там. Арахис, да, но мы его называем орехом. Точно так же, как у людей складывается мнение про этносы, что они все вот такие, нет, там есть и хорошие, и плохие, или кто-то там ругает американцев, что они там не такие, как россияне. Но и в россияне американцы есть хорошие люди, плохие, умные, там, глупые, добрые, злые, также и любой другой вид продуктов. И орехи бывают точно полезные, и достаточно точно не полезные. Например, арахис – это точно надо убирать из рациона. А вот что касается белков животных, мы подобрались к достаточно тоже такой актуальной, важной теме. Даже, наверное, можно и частично жиры животные, потому что мы не коснулись, молочного коснулись, мы коснулись вот сейчас масел, да, потому что жиры существуют и там в мясе в том же самом, да, и в рыбе в той же самой существуют жиры. И плюс само мясо и сам белок. Мясо и рыба вообще есть или не есть, доводит до крайности, чтобы совсем отказываться или нет, потому что тут заблуждений, мне кажется, их можно прямо брать и перечислять. Некоторые говорят, да, питайтесь там только мясом и овощами, всё. Кто-то говорит, нет, уберите мясо совсем, вообще никакое, никогда, да. Что на эту тему у нас есть сейчас? В целом, если брать белки животного происхождения, включая рыбу, птицу и просто мясо, то есть такая зависимость, что чем меньше человек ест животных белков, тем дольше он живёт и меньше болеет. То есть такая закономерность есть. То есть вегетарианцы по-своему праву, правда, дольше живут те, кто всё-таки немножко животной пищей употребляет. Кто-то совсем не отказывается полностью категорически. То есть может быть она там 10% составляет, но она есть. Во-вторых, можно сказать, что, например, здесь даже если мы выбираем там какой бы то ни был подход, например, рыба в целом, наверное, более легко перевариваема, чем птица и красное мясо. А красное это свинина, барань, говядина. То есть это значит, что это лучше усвоится организмом, и организму проще это раздробить и микробиому нашему съесть. По многим причинам. В частности здесь вещь идёт также и о жирах, естественно, потому что рыбий жир он очень полезен. Он настолько полезен и настолько сегодня необходим, что я бы рекомендовал практически любому человеку по три пилюльки сейчас делают в желатиновой капсулах. То есть просто рыбий жир тот самый, который давно в детстве когда-то говорили, и в мультике даже были про это три пилюль. Как раз те самые омега-3, которые очень нужны и мозгам, и кишечнику, и вообще организму. В то время как, например, в растительных белках трудно избежать там животного жира вместе с ним, который будет больше омега-6, например, омега-9 и так далее. И поэтому, ещё по этой причине. Но давайте посмотрим на это вот ещё с одной стороны. Если мы берём вот эволюционно, опять же, да, что, скорее всего, употребляли наши предки, и когда они начали употреблять что-то другое. Например, красное мясо, оно появилось после нейритической аграрной революции. То есть это 10 тысяч? 10 тысяч, да. То есть где-то их начали адаптировать, может быть, даже 8 тысяч лет назад. Поэтому для организма у нас не было особых возможностей там его как-то достаточно хорошо швоить, переварить. То есть ни микробиом к этому не готов, ни организм. Но там есть один важный момент, что, например, в белке вот такого происхождения красного мяса содержится особый сахар или молекула мужская сахара, который маркируется как Neo5GC называется. Ну, если по-английски, да. И этот сахар, он является как бы таким склеивающим материалом для белковых волокон, скажем, условно. В нашем организме, в организме человека, есть очень похожий на него сахар, который называется Neo5AC. Там разница в том, если кто-то там знает на молекулярном уровне, там вместо, допустим, вместо кислородно-водородной хвостика возникает углеродно-водородная связь. Все остальное одинаково. Один элемент всего лишь. Да, один маленький элемент. Я в презентациях обычно это показываю, чтобы у человека было представление. Но уж к чему это приводит? Естественно, наша иммунная система распознается как чужеродный белок, не белок, а сахар. И поэтому иммунная система, конечно, пытается от него сразу избавиться. То есть, который с мясом красным поступает. Да. Но поскольку этот сахар очень похож на нас, сахар, то вследствие этой иммунная система начинает атаковать наш сахар, Neo5AC. А Neo5AC, он является составной частью, например, тканей того же тонкого кишечника. Но что еще более печально, он находится в тканях, с которых формируются наши кровеносные сосуды. И вот, когда Neo5GC прикрепляются, в те места, где есть AC, условно говоря, то иммунная система вызывает, вырабатывается антитела, которые прикрепляются туда, а тогда, где не прикрепилось, потом начинается полная атака иммунной системы. И поэтому иммунная система начинает в буквальном смысле слова разрывать наши кровеносные сосуды изнутри. И как организм реагирует? Составной частью многих, скажем, мембран клеточных является холестерин. И поэтому, когда образуются такие разрывы, то наш организм реагирует тем, что он заплатки ставит на время, навсегда, в виде холестериновых бляшек. И это, собственно говоря, и является причиной, почему артерии закрываются. Они не закрываются только потому, что, конечно, и по причине избытка ненужных жиров, плохого... Комплекса всего, да? Есть хорошие холители. Но в целом, чтобы это началось, нужно сначала нарушить целостность стенки, внутренние стенки. А целостность стенки как раз нарушается за счёт того, что идёт атака собственной иммунной системы по собственным сосудам через эту молекулу сахара. И получается, что в результате человек, который питается красным мясом, он сам себе как бы рисует мишень на кровеносных сосудах для того, чтобы у него развивались сердечно-сосудические заболевания, атеросклероз и всё остальное. Есть ещё одна такая не очень хорошая сторона, вернее, очень нехорошая сторона, что эту молекулу сахара всегда обнаруживают в больших количествах в раковых клетках. Ту, которая содержится в мясе. Да. Учитывая, что наш организм не имеет генетических кодов, чтобы его создать, такую молекулу, у нас есть, чтобы создать эйси. Неу-5 эйси. Это что означает? Что этот сахар приобретается только при поедании вот этих вот мяса этих животных. И он накапывается. А дальше там они поступают очень хитро. Во-первых, раковые клетки используют этот сахар в качестве такой, не то что камуфляжа, маскировки. Они могут спрятаться под этими сахарами, чтобы их иммунная система не обнаружила. Потому что иммунная система постоянно ищет раковые клетки, хочет их уничтожить. Но эти сахара позволяют им скрываться. Во-вторых, если они всё-таки обнаружены, то из-за того, что они разрывают кровеносные стенки, то в результате получается реакция, образуется специальный гормон, который восстанавливает, чтобы выросло заново как бы. И в том месте, где раковые клетки притягивают этот сахар, они начинают притягивать в себе кровеносные сосуды. И питательные всякие. Нет, они начинают прорастать туда. Ведь раковые клетки тоже нуждаются в питании. И должна быть какая-то альтернативная кровеносная система, которая должна что-то поставить. Так вот, Neo5GC является вот этим инструментом для того, чтобы притягивать в сторону опухоли кровеносные сосуды. И поэтому, если человек, например, перестаёт этим питаться, то, конечно же, можно просто как бы извести голодом раковые клетки те же, например, или же дать иммунной системе, наконец, почистить все эти сахара и, наконец, добраться до раковых клеток. Второй фактор для раковых клеток, понятно, что это сахара. Вот такая картина примерно. Да. Да, и в целом, как бы, и то, и другое, когда мы выбираем даже хорошие сорта, там, нежирные и так далее. Всё, что фермерски, вернее, коммерчески производится, птица, вот это крупный рогатый скот, там, или рыба, даже рыба, оно сейчас вырастает и откармливается зерном. Зерном, кукурузой, соей и так далее. Поэтому и мясо начинает нести в себе свойства тех самых растительных ядов, лектинов, которыми богаты многие растения, особенно зерновые, бобовые и так далее. Не очень весёлая ситуация получается у человека на сегодняшний день, да, если так посмотреть. А что касается мяса и этого сахара, то речь идёт только о красном мясе, и человек может хоть как-то где-то искать свою, там, возможность питаться какой-то птицей, там, ещё чем-то из животных. Конечно, не следует вообще исключить животное, не имею в виду мясное, как и птицу, да. Ну, прежде всего, конечно, человек, вот я сегодня прочитал одно такое выражение, когда очень успешного американского, там, деятеля, бизнесмена, наконец, исцелили от его проблем, он всегда говорил, что, я говорю, я наслаждаюсь вкусом здорового состояния. Вот раньше я любил просто вкус, а теперь вот вкус здоровый ест, вкус процветный, ну вот это вот, это гораздо вкуснее. Да, это гораздо вкуснее. И поэтому, если разобраться с этой точки зрения, то надо посмотреть, сколько нам реально нужно белка вообще, для чего мы едим, не только наслаждаться, а чтобы поддерживать жизнь. В первую очередь, наверное, то, что нам нужно, да, а не для того, чтобы... Да, по самым здоровым меркам, нам всего лишь нужно, там, 1 грамм белка на 3 килограмма веса. 1 грамм белка на 3 килограмма веса, то есть это... То есть даже 100-килограммовому человеку нужно примерно 37 грамм белка. В сутки. В сутки, да. При этом, учитывая, что во многих даже растениях, например, в стакане брокколи, есть 4 грамма белка уже. Или, например, в кишечнике из-за того, что наш эпителий кишечник, он постоянно обновляется. Клетки эпителия живут там 2-4 дня. Они постоянно отшелушиваются, так же, как и кожа. И в результате всего этого отшелушивания и так же слизи, которая там заменилась, каждый день мы образуем 20 грамм белка. 20 грамм. Внутри себя. Внутри себя, да. То есть нам всего-то надо на 100 килограмм 33 грамма, из них 20 мы уже, да, как бы утилизируем внутри себя. Потом мы можем получить оставшиеся там, если берем брокколи даже или что-то еще, брокколи. Или в стакане брокколи 4 грамма белка уже, ну, примерно, да. То есть мы на самом деле избыточно белковым питаемся в пище. И поэтому, да, и поэтому белок в результате этого превращается в сахар тот же. Повышает уровень сахара в крови и все соответствующие последствия этого, да. Нам нужно съедать в день, может быть, примерно, ну, максимум. Это вот размер ладони без пальцев. В особенности, если касается... Кусочек белка. Неважно. Я говорю про животные сейчас белки. Будь то яйцо, будь то молочное. Все вместе. Неважно, все вместе. И чем меньше животного, тем дольше человек проживет, меньше полезнее у него будет. Но и сами белки надо, например, ограничивать. Это будет гораздо лучше для здоровья во всех отношениях. Но можно все это уравновешивать и жирами, там, с соответствующим пониманием того, как это делать, что это делать. Конечно. Да, если честно, вот все, что вы говорите, абсолютно ясно дает понять, почему у нас люди страдают такими болезнями, проблемами. У нас, во-первых, извините меня за мой французский пережор у всех людей постоянно. Просто огромное количество потребляется того, чего не нужно. Это еще даже... Я смотрю немножечко под призмой человека, который питается более или менее адекватно. Да, есть люди, которые там едят каждый день булочки и кормят этим детей. И постоянно, это целая катастрофа. Дело в том, что всего есть причина. И причиной вот такого переедания является то, что в нас включаются определенные генетические программы, которые подспудно нами управляют. Большинство людей эти программы не осознает. И поэтому он полностью им подчиняется. Генетические программы имеют свое собственное предназначение, свои собственные цели и задачи, которые совсем не обязательно соответствуют целям и задачам здорового организма, например. Потому что генам нужно сохранять самих себя. Мои родители ели столько, и я столько же ем. Вот такого, главное, да, генов включаю? Нет, все гораздо хуже. С точки зрения генов, единственное, что нужно сделать человеку, это создать генетические копии и разнообразить их. Все. Как только это сделано, носители этих генов становятся ненужными с точки зрения генов. То есть вот такое противоречие. То есть задача генов или предназначение генов отличается от предназначения человеческого тела. Человеческое тело, оно предназначено для того, чтобы дать возможность сознанию в этом теле, реализоваться как-то в искусстве, духовно, творчески, мудрости какую-то достичь. То есть чем дольше человек живет здоровой жизнью, тем лучше. Тогда как с точки зрения генов, все как раз наоборот. Чем быстрее он достигнет половой зрелости и воспроизведет себя. И станет ненужным уже. Да, и он становится ненужным, его лучше убрать, чтобы он не конкурировал за пищу со своим потомством. Поэтому включаются определенные генетические программы для того, чтобы человек как можно быстрее рос. То есть сладкая, тоже белковая пища, или если жиры, то избыточная пища и так далее. То есть чтобы скорее воспроизвелся. Но если при этом человек, соответственно, себя там ведет, показывая, что он либо неудачная генетическая модель, типа он в стае на нижних краях, ни с пищевой цепочки в стае, например. Для этого есть определенные признаки, как это можно определить. Либо что он много есть, мало двигается, то есть уже не несет пользы. Ну и так далее. То есть есть определенные факторы, в том числе пищевые, которые включают программы самоуничтожения. То есть мы фактически люди, интересные существа, что мы можем в принципе не стареть, если не запускать программы ген так называемых убийц, которые вызывают старение, болезнь, смерть. То есть мы можем жить в принципе бесконечно. С другой стороны, даже есть и гены, которые запускают процессы вспять, омолаживающие гены. Но поскольку мы этого не знаем... Матистически звучит, но очень интересно. Мы видим это на примере определенных йогов, каких-то духовно реализованных людей, которые сумели починить гены, сумели прийти и вести организм в симбиоз с генами, так же как и симбиоз с микробиомами. И в результате у них достаточно такое нестареющее, очень долгие годы тело, совершенно ясный разум, и они уходят не потому, что они там уже износились, а потому, что они просто им нужно... Выполнили уже соберное значение здесь. Да, сделали все, что им хотелось, могли, и они переходят в другое состояние измерения. То есть все эти вот идеи, что организм просто износился, они в общем-то неправильные. Наши суставы изнашиваются не только и не столько от нагрузки, а из-за того, что мы неправильно, например, питаемся, или неправильно даем сообщение генам, чтобы они запустили те или иные программы. В генах есть определенные интересные вот такие тоже места в самом генетическом аппарате, которые могут, скажем, перекрывать генетический материал на время и включаться только тогда, когда возникает для этого условие. То есть, например... Как компьютерная программа. Да. То есть, если человек, например, много есть, мало движется, это все, этот заглушенный генетический код включается, и включается механизм заболевания старения. Если человек не дает этой команды, то этот участок гена не активизируется. И тогда человек просто продолжает воспроизводить... Тогда организм не изнашивается. Да, то есть коленный сустав, как он был, так он продолжает себя воспроизводить. Но если ему подали неправильный сигнал, он начинает подавать команды, чтобы он разрушался, например. Ну и так далее. Ну, потрясающе интересно, конечно, устроенный. Конечно же, мы ничего об этом не знаем. Так вот, если вы смотрите на все это сон, очень интересные вопросы вы сейчас поднимаете. Я думаю, мы обязательно в программах Kiai Talk Show будем затрагивать эти вопросы и рассказывать о них. Пять минут, даже меньше, наверное, три или четыре остаются до конца программы. Еще один вопрос. Вот, опять же, заблуждение или нет? Если говорить о жидкостях и говорить, например, о воде. Об этом очень много писали, пишут, и люди некоторые усиленно пытаются литрами эту воду пить. Кому-то идет, кому-то не очень идет. Кто-то говорит о том, что это сильно вымывает там кальций из суставов там и так далее, и так далее. То есть заблуждений и теорий очень много. Как, на ваш взгляд, обстоит дело с потреблением воды и должно обстоять у человека? Да, вода бывает самого разного качества, в зависимости от источника, а также способов ее хранения и употребления, конечно же. Это очень такая серьезная большая тема, конечно, отдельно. В современных человек живет в условиях, когда качество воды серьезно уже страдает, если он там говорит вот из-под крана, скажем так. И поэтому, наверное, современному человеку полезно воду в любом случае кипятить перед употреблением, чтобы нейтрализовать эффект на нее. У воды есть и другие свойства, которые сейчас очень много дискутируется. Например, что молекулы могут сохранять образы, память у них своя есть, что нужно обязательно стирать и так далее. Но с точки зрения самого организма есть определенные, так сказать, цифры, к которым мы можем ориентироваться. Что человеку в среднем, сейчас говорю в среднем, конечно, все люди разные, конституции разные. Человеку нужно примерно, считается, 200 грамм сухой пищи, вот если убрать всю воду, 200 грамм примерно. Примерно в 10 раз больше ему нужно воды, то есть это 2 литра. Но опять же, что это даст организму, если у человека плохо работают почки? Это мало что даст. То есть почки, у них есть в каждые сутки примерно 100 циклов фильтрации. То есть на самом деле человек, выпивший 2 литра, он выпивает 2 центнера воды. Для почек. Для почек, да. То есть это потребность организма. Здоровый организм должен промыть себя, напитать себя примерно 200 литров воды в день. Теперь представим, что человек съедает много фруктов, повышается сахар. Фруктоза, 30% фруктозы даже в кровь не попадает, она сразу в почки идет. Это уже нагрузка на почечку. Да, не просто нагрузка, это разрушение системы фильтрации. Поэтому тут как бы надо смотреть. Относительно, да, как человек питается. Если человек, например, питается правильно, и там фрукты только в сезон, только немножко, то возможно его почечная система в нормальном состоянии. Вот причина, почему увеличилась потребность выпивания воды, с последствиями для организма, естественно, то есть действительно много чего может уйти вместе с этим, она как раз и состоит в том, что люди, современные люди особенно, стали гораздо больше употреблять фруктов, потому что они стали доступными круглый год. И поэтому больше фруктов, хуже для фильтрационной системы почек. Конечно, нужно увеличивать это количество воды, которое будет понижать количество там. А, второй фактор, это белки. Белки, они тоже нагружают почки. Ну и опять же, белки превращаются, избыток белка превращается в сахар. И то, и другое пагубно сказывается на фильтрационном состоянии почек. И поэтому, конечно же, учитывая, что мир в целом есть гораздо больше белков и гораздо больше сахара во всех видах, или воды, там, мука, мучное, со всех сторон, то, конечно же, нагрузка на почки увеличилась и поддержать их состояние, ну то есть мы знаем, да, то есть если грязный человек, она больше воды на себе вылезет, чтобы стать чистым, чем чистый человек, правда? То же самое происходит с почками. Я думаю, что причина увеличения, там, мер потребления воды состоит в том, что почки не выдерживают нагрузки сахаров, сахаров, белков и так далее. И требуется их просто продавать. И поэтому, да, если человек, например, начинает оздоравливать почки, действительно, и не употребляет фруктов или вот минимальных употребляет, если он регулирует и минимизирует потребление белков, а также других, там, источников через мучное, углеводы, там, и так далее, зерна, то в этом случае ему достаточно двух литров, даже меньше. Я знаю, когда я в хорошем состоянии, иногда я вообще забываю пить и прекрасно себя чувствую. Ну, конечно, я не могу долго так, ну, бывает всякое, да, что у меня нет никакой там жажды или какой-то понижения моих функциональных способностей, возможностей из-за этого, просто потому что почки справляют. Но когда почки у меня был период, поддавшись модным течением, что фрукты это хорошо и полезно, стал есть очень много фруктов, и в результате так посадил почки, что уже даже никакое выпитое количество меня там не спасало. Но все восстанавливаемо, к счастью, все восстанавливаемо. Если дать правильную команду, там, своим собственным генам, своим собственным организмам, то все восстанавливается, поэтому сейчас, например, такой проблемы уже нет. Но явно это было связано там в том числе с увеличением потребления белков и, прежде всего, фруктов. Очень интересно, спасибо большое. Наша программа подошла к концу. Я с вами благодарю вас за интересную беседу. Наших зрителей и слушателей благодарю за внимание. Скажите, пожалуйста, буквально пару слов к завершению программы. Я надеюсь, что все мы сможем прийти к тому, чтобы питаться так, чтобы прежде всего ощущать вкус здорового тела, здоровой жизни, а не только вкус какого-нибудь любимого продукта. Всем здоровья! Здорово звучит! До новых встреч! Пока-пока!